Всем привет! Это видео-дополнение к последнему видеоуроку о формах Google. В комментариях под названным видео зрители поделились важной информацией, которую я обязательно ещё раз хочу донести до всех, особенно для тех, кто упустил из виду эти самые комментарии. Итак, важность сообщения этого видео заключается в том, что нужно быть крайне осторожным в плане сбора персональных данных в электронном виде. К персональным данным относятся, например, следующее. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания или регистрации, семейное, социальное, имущественное положение, сведения о доходах, образовании, профессии, данные паспорта и т.д. Кроме того, даже мобильный номер и адрес электронной почты могут быть признаны персональными данными, если они непосредственно относятся к определённому или определяемому физическому лицу. Очень осторожным следует быть ввиду существования самых разнообразных законов в разных странах. Так, например, согласно российскому законодательству, грозят штрафы за хранение персональных данных на зарубежных серверах, а сервера Гугла, естественно, находятся за рубежом. Поэтому моё обращение ко всем зрителям из России. Для собственной безопасности не пользуйтесь Гугл-формами, для сбора анкетных данных и прочих подобных целей. Для личных же целей, как приведённый в обведении пример с записью информации по калориям или по тренировкам, можете спокойно применять Гугл-формы. Кроме того, если я не ошибаюсь, существуют формы Яндекс. По идее, я это ещё не проверял, они должны работать очень схожим образом с Гугл-формами, так что можете посмотреть в их направлении, а я позже о них дополнительно сниму отдельное видео. Если же мы говорим об украинском законодательстве, то здесь всё намного проще. Как поделились зрители канала, хватает добавить в вопросе обязательный пункт «Даю согласие на обработку моих персональных данных без передачи третьим лицам». Вот этот закон, по идее, подтверждает сказанное. Внимательно также, пожалуйста, прочитайте его самостоятельно. В общем, в этом внеплановом видео я хотел предостеречь вас от лишних неприятностей, и поэтому прошу всех вас при сборе этих самых персональных данных быть очень аккуратными и проверить, как выглядят законы в вашей стране проживания. И да, по названным украинским и российским законам я сделал лишь очень быстрый анализ, буквально быстро погуглил, и совсем не претендую на полноту и полную правильность предоставленной информации. Поэтому, дорогие зрители, лично перепроверьте всё ещё раз дважды в соответствии с вашей собственной ситуацией. Также делитесь своим мнением по этому вопросу в комментариях и сами почитайте комментарии других пользователей. Мы же с вами, как всегда, увидимся в следующую субботу. Пока.